Владимир Владимиров Владимир Владимиров, учащийся техникум и колледжей по 15 тысяч. Владимир Владимиров, учащийся техникум и колледжей по 15 тысяч. Владимир Владимиров, учащийся техникум и колледжей по 15 тысяч. Владимир Владимиров, учащийся техникум и колледжей по 15 тысяч. Владимир Владимиров, учащийся техникум и колледжей по 15 тысяч. Помимо стипендий и премий предусмотрены организации проведения мероприятий, которые должны раскрыть потенциал каждого талантливого студента, будь то научная, общественная деятельность или художественное творчество. Так Виктория за свою активную жизнь на благо родного университета теперь также будет получать губернаторскую стипендию. Ну, научная деятельность, несомненно, присутствует, я думаю, в каждой жизни студента. Я также пишу статьи, занимаюсь своей магистрской диссертацией, но общественная, это немножко такое более молодежное, более студенческое, и пока мы молоды, этим интересно заниматься. При формировании бюджета края на следующий год, несмотря на все кризисные явления в экономике и призывы правительства страны максимально сократить расходы, принято решение увеличить финансирование образования на 10%. Это 1 миллиард 200 тысяч рублей, а всего на сферу выделены 18 миллиардов. Такие траты, по мнению губернатора, необходимы, чтобы регион не терял темпов развития из-за отсутствия квалифицированных кадров. Фактически все образовательные организации высшего образования задействованы в реализации молодежной политики в настоящее время. У нас проводится достаточно большое количество мероприятий, которые объединяет все студенчество Ставропольского края. Проводится системная работа фактически во всех направлениях государственной молодежной политики. И результат он налицо. Мы обладатели, победители и являемся территорией, которая проводит столь масштабные конкурсы российского масштаба. Край был успешно представлен на национальной премии «Российское студенчество» номинация «Доброволец года». На прошлогоднем «Студенте года» трое победителей из десяти представляли Ставрополье. Ставропольское студенчество является одним из самых активных в стране. Неудивительно, что Ставропольский край становится центром российского студенчества. Так в эти дни в регион съехались лучшие студентки России, чтобы побороться за корону вне студенчества 2016. Кроме этого, на территории края начал работу форум «Россия студенческая». А также уже решено, что лучшего студента страны тоже выберут на Ставрополье. Дарья Схоланская – лауреат прошлогодней премии номинации «Иностранный студент года». Деятельность Даши направлена на работу с приезжими студентами. Девушка сама когда-то была в их роли. Восемь лет назад приехала в Ставрополь из Латвии. И все проблемы знает не понаслышке. У меня не было проблем с русским языком. Обычно это самая такая ключевая проблема. Ну, были всякого рода документальные проблемы с медицинскими полюсами, со всякими, с адаптацией. Конечно, это новая страна, новый климат, новые люди. Это очень сложно, когда у тебя никого здесь нет. Активная поддержка студенчества и образования в целом на уровне правительства края дает ощутимый и заметный результат. Ставропольские студенты ежегодно добиваются признания на всероссийских конкурсах, заявляя не только о своих вузах, но и создавая положительный имидж для всего региона. И однозначно, безошибочно, что сегодня мы вкладываем деньги вот в наше богатство. Уважаемые ребята, мы всегда рады видеть вас и всегда ждем вас в большую жизнь.